Всем привет! Сегодня я буду вашим первым докладчиком и мой доклад Craft Effective API with GraphQL and Upset на русском. Хорошее название. Так, значит, кто я? Я FullStack разработчик. То есть я знаю проблемы как бэкэнда, так и фронтэнда. Использую Elixir чуть больше полгода. На фронтэнде я использую JS React Redux. Ну и с недавнего времени Apollo как GraphQL клиент. Значит, о чем мой доклад? Сегодня я вам расскажу, это мой первый доклад, поэтому не обессудьте. Я буду рассказывать про GraphQL. Это будет интро небольшое. И все примеры будут с популярной злободневной темой про криптовалюту. Мы с вами сегодня представим, что есть такой ресурс, который называется CoinMarketHow. На нем можно узнать список самых популярных валют, сколько они стоят и прочее. И на этих примерах я расскажу. Значит, я сперва расскажу, что такое GraphQL. GraphQL это на самом деле спецификация, которая объясняет синтаксис для общения между клиентом и бэкэндом. И имеет несколько ключевых преимуществ, точнее ключевых фич. Первая фича – это то, что GraphQL позволяет клиентам получать ровно те данные, которые им необходимы для работы. Первое. Второе – это то, что GraphQL облегчает работу, облегчает агрегацию данных. И третье преимущество – это то, что GraphQL имеет типизированную систему аргументов. Начнем с End this one issue. Допустим, у нас есть страница. Представим себе страницу, на которой есть список самых популярных валют. На ней мы также показываем информацию про биткоин, показываем информацию, на каких биржах можно его купить. И показываем какой-то график изменения последних валют. И если вы посмотрите, то сколько нам нужно сделать запросов? Нам нужно сделать один запрос для того, чтобы получить все монеты. Нам нужно сделать запрос для того, чтобы получить биткоин. Потом получить историю, биржи криптовалют, где можно его купить. Ну и саму информацию про биржи. Для того, чтобы URL получить, еще что-то, Total Supply. И это на самом деле очень серьезная проблема. Я уверен, что многие из вас сталкивались с тем, что когда к вам приходит кто-нибудь из мобильной команды или из команды фронт-энд разработчиков и говорит, слушай, мне инфы не хватает. Добавь мне в payload еще чего-нибудь. Или еще чего-нибудь. Этот придет фронт-энд. А мобильный разработчик придет скажет, слушай, мне этот эндпоинт не подходит. Тут слишком много информации и из этого мобильное приложение работает медленно. И у нас уже получается два эндпоинта, которые нужно поддерживать. И GraphQL решает эту проблему. Вот так выглядит query, вот так выглядит результат. Сейчас немножко пробежимся, разберем. Фактически query это строка. Это обыкновенная строка, которую клиент передает бэкэндам. Query может быть анонимная, может быть именованная. В нашем случае именованная. Эта query вытаскивает конкретную информацию по биткоину. Далее идет эндпоинт. Название эндпоинта, к которому мы обращаемся. Аргумент. Он типизированный. Здесь пока не видно, я покажу в следующих примерах. Будет видно, как объявляются типы для аргументов. Ну и собственно информацию, параметры, которые нам нужно получить. Если вы можете обратить внимание на то, что мы получаем ровно то, что нам необходимо. Это очень удобно, ну прям мега удобно. Я как Fullstack разработчик могу... Кстати, кто вообще с Келланом работал или работает сейчас? Супер. У кого есть опыт работы на фронтенде? Ого! Ничего себе! Класс! Я как тоже человеку, у которого есть опыт работы на фронтенде, могу сказать, что GraphQL экономит очень много времени. Если у нас тест API, то на фронтенде нужно очень много проводить всяких телодвижений для того, чтобы нормализировать информацию, потом аккуратно все в редак сложить, потом как-то с этим работать. Если у вас GraphQL, то вам этого не нужно делать. И я скажу, что я стал счастливее от того, что в моих последних проектах используется GraphQL. В общем, возвращаясь к баранам, видим, что мы получаем ровно то, что нам необходимо. Вы можете сказать, опять же, подожди-ка, мы ведь можем отдавать все, что мы хотим. Это, опять же, даже проблема. Мобильному разработчику нужен один endpoint, фронтенде разработчику нужен другой endpoint, и это все как в этой гифке. У вас отличный размер. Пилот становится огромным. Это неэффективно. Игра в QL это все решает. Что по поводу погинации? Если мы умеем получать данные, то как же это все удобно погинировать? В GraphQL ответ – RelayCursorConnections. RelayCursorConnections – это глава в спецификации GraphQL, которая объясняет то, как можно погинировать данные, как данные должны погинироваться. Сейчас я, к примеру, покажу, как это выглядит на самом деле. Когда необходимо, чтобы данные погинировались, меняется немножко структура ответа. И структура запроса, и структура ответа. Если вы обратите внимание, здесь мы просто говорили, какие ключи нам необходимы. Coin, кстати, Coin – это объект. Coin – это объект, есть модель Coin, и вот это она. В этом случае у нас есть так называемый ключ Edges и ключ Node. Edges – это массив. Если вы увидите, мы очень похожи на JSON. Мы как бы передаем объект, у которого есть ключи. И в ответе нам приходит массив из результатов. Что здесь удобно? Удобно то, что у нас появляется некий ряд аргументов, которые требуются спецификации. Это First, Last, Before и After. В этом примере мы достаем только первые три. Топ-три монеты. Вот другой пример, где мы уже используем After. При том, что After – это хэш, курсор. У каждой модели, спецификация объясняет, что у каждой модели должен быть курсор. Это Base64 хэш, который как бы идентифицирует конкретную модель. И все очень просто. Мы говорим, допустим, мы хотим получить первые три монеты после монеты Yota. Мы знаем ее курсор. Мы можем узнать, получив, допустим, все монеты или получив конкретно ее. Мы знаем курсор. И просто передавая, после какого курсора, после чего мы хотим получить, мы получаем необходимый ПЛО. Это очень удобно. В этом примере чуть больше информации. Здесь я использовал Last и Before. То есть, это то же самое, как в прошлом, но только получить последние три монеты перед Yota. И здесь есть дополнительный блок, который вы видите. Этот блок также требуется спецификацией. Здесь есть такие поля, как Start курсор, End курсор, Has Previous Page, Has Next Page. То есть, клиент, опять же, это очень удобно. Клиент получает всю информацию для того, чтобы ему эффективно погенировать по какому-то списку из моделей. Вот. И если вы будете использовать GraphQL, рано или поздно к вам придет фронтенд разработчик, какой-нибудь. Или мобильный разработчик, или даже бэкенд, и скажет, я люблю API. Просто потому, что это очень удобно. Да, котик. Что насчет создания информации? У GraphQL создание, редактирование и удаление информации называется мутация. Что такое мутация? Фактически мутацией мы добиваемся, вот то, что я сказал, создание, редактирование и удаление. Здесь я пока, кстати, здесь можно увидеть, как объявляются типы аргументов. В этом случае мы создаем, у нас мутация, которая создает какое-то аналитическое ревью конкретной монеты. И здесь мы можем видеть, что она требует, чтобы три аргумента. У коина аргумент ID. У контента и у title строка. Знак восклицания говорит о том, что аргумент должен быть no nullable. То есть null не должен проходить. Дальше аргументы передаются в аргументы самой query. И опять же, в payload мы получаем ровно то, что нам необходимо получить. Мы создали ревью и, допустим, нам нужно сразу же показать, что мы создали. И мы в payload получаем всю необходимую информацию. То есть title, content, coin. Это ссылка на конкретную монету, на которую мы ID указали. Ну, допустим, мы хотим получить имя этой монеты. Там могут быть любые ключи, которые относятся конкретно к этой модели. Вот так это все выглядит на практике. Это та же мутация слева, которая была на предыдущем слайде. Это аргументы. Передаются они в JSON формате. И это ответ. Собственно, все точно так же, как с query, только мутация. Субскрипшнс. Так как мы работаем с эликсиром, у эликсира из-под коробки все очень круто. Ну, точнее, у феникса работает с вебсокетами. И у графела тоже есть глава спецификации, которая объясняет то, как можно работать с вебсокетами. Ну, или с подпиской, что должно проходить. Да. Все просто. Все точно так же. Есть субскрипшн. Точно так же он может быть анонимный, как в этом случае. Ну, или может у него быть название. Передается название query и необходимые элементы. И вот результат можно увидеть. Одну минуту назад, одну секунду назад. Разная, какая-то разная информация. То есть, ну, эта подписка в примере, она объясняет, допустим, происходило создание какого-то аналитического ревью. И клиент, который использует эту субскрипшн, получает всю необходимую информацию. Опять же, ровно ту, которую он попросил. Декларативно. Все точно так же, как мы работаем с SQL. Это эффективно. Что насчет ошибок? Как ошибки выглядят и какими они бывают? В GraphQL существует два типа ошибок. Compile Errors и Runtime Errors. Compile Errors. Это те ошибки, которые библиотека выдает еще до того, как сам запрос дошел до импоинта. Ну, то есть, фактически, вот сейчас в примере видно, что текст ошибки говорит о том, что неправильный аргумент передан. Ожидался id, а найден now. И это могут быть похожие ошибки. Не тот аргумент передан, или аргумента еще нет. Или какая-то ошибка, то есть, сама синтаксическая. Все происходит в Compile Time Error. Это удобно, нам не нужно хендлить. Все вместо нас хендлить библиотека. И Runtime Error. Runtime Error это уже та ошибка, которую непосредственно мы генерируем на бэкэнде. Ну, то есть, это могут быть ошибки валютации, ошибки авторизации, аутентификации, firewall и прочее, прочее, прочее. Все здесь. Что насчет эликсира? На самом деле, это, наверное, одна из самых лучших библиотек, с которых я работал в эликсире. Ребята запилили Absent. Absent, все очень здорово, все очень продумано, и они поддерживают, они реализовали 100% спецификацию. Все, что есть в спецификации, все есть здесь. И при этом существует целый ряд дополнительных библиотек хелперов, которые нам, как разработчикам, облегчают жизнь. Начнем. Сейчас я вам расскажу в примерах, в коде, как это все на самом деле в бэкэнде хендерс. Как объявить объект? Все очень просто на самом деле. Ничего особенного похоже на то, как мы объявляем схемы экта. У нас есть какой-то модуль, где хранятся типы. Есть и сам непосредственно код. В этом коде мы объявляем объект эксченджер, у которого есть филды. Name URL total volume. И объявляем описание. Кстати, GraphQL это тот API. В общем, GraphQL он самодокументируем. И таким образом, объявляя простую конструкцию DESK, мы добавляем документацию. И потом, когда клиенты работают с GraphQL, им очень просто вытащить всю необходимую информацию, посмотреть, что должно проходить. Проходить, происходить, возвращаться. Объект эксченджер. Мы видели его еще на самом первом слайде, когда доставали его из COIN. Деклеер. Как мы объявляем интерфейсом? Собственно, что такое интерфейс? То же самое, что и в обыкновенном объектно-ориентированном программировании. Он выполняет те же задачи. Здесь мы создаем интерфейс, который ожидает один тип ID, который должен быть определенный, который должен быть в формате глобального идентификатора. Что значит глобального? Это, как мы видели, этот Base64 формат, когда мы выбирали какой-то определенный COIN. Ну и здесь мы объявляем все, как это должно развиваться. Если приходит тип COIN, если приходит структура COIN, то возвращается тип COIN, объект. Это название объекта. Analytics Review, Exchanger. В общем, все здесь. Теперь, как все это хендлиться? Как создать Query и Entry Point? Все тоже очень просто. Вспоминаем самый первый слайд, где мы конкретно возвращали информацию по BTC. Мы определяем FIELD COIN. Название его COIN. Вторым аргументом идет то, какая именно модель возвращается. То есть это название FIELD, это название какая модель возвращается. Вот так определяется аргумент. Ничего военного. Название и его тип. Вторым всегда то, что должно вернуться. NonNodeId. И, собственно, сама функция, которая резолвит само поле. Это коллупер функции абсента. Парсинг. Она превращает... То есть у нас есть обыкновенный объект COIN. У него есть ID. Один, допустим. GlobalIdentifier. Это Base64, там плюс префикс, который мы видели. Эта функция преобразовывает этот global ID в internal ID. Mutation entry point. Опять же, все очень просто. Есть мутация. Мы, кстати, ImportFields, это тоже helper функция, которая импортит какие-то конкретные филды. У нас есть ContentMutations. Вот мы импортим ContentMutations. Вот они ContentMutations. И сам филд CreateAnalyticsReview, который мы, опять же, видели в примерах. Все точно так же. Аргументы, описание к ним и функция Resolve. Она, кстати, может принимать не только... Она может принимать также анонимную какую-то функцию. То есть если метод... Если сама функция Resolve какая-то простая, нам не обязательно это все в модуль выносить. Можно просто анонимной функцией там добавить. И subscription entry point. Тут чуть сложнее. Ну то есть точно так же у нас есть Mutation. На этом слайде я не показал... Есть и subscription. И в теле этого subscription есть... Мы объявляем просто field. Точно так же название. Название subscription. То, что он возвращает. И сама конфигурация. При том, что вот этой конфигурации достаточно для того, чтобы Absent сам паблишил месседжи своим клиентам. Здесь мы определяем, на какой топик мы подписываемся. В данном случае у нас нет конфигурации, нет аргументов. Клиенты могут... Они всегда получают ровно всю инфу по созданию обзоров. Есть trigger. Опять же helper функция Absent. Здесь мы передаем только... Мы здесь передаем название мутации. То есть вот у нас мутация Create Analytics Review. Здесь мы передаем название. И каждый раз когда создается мутация, Absent вместо нас за нас берет и паблишит в канал месседж. При том, что это необязательная функция. Мы можем обходиться без нее. Absent позволяет... Бывают такие моменты, когда нам нужно паблишить не от мутации. А в зависимости от того, как что-то изменилось в базе допустим. И есть helper функция. Она так и называется Publish. Которая делает то же самое, что это тренер. Ну и Resolve тоже необязательная функция, необязательная часть конфигурации. Она определяет то, что возвращается на subscription. Вот и все. Как мы это Resolve? Есть контекст Resolvers и модуль Asset. Ну собственно функции, которые все Resolve. здесь на этом слайде, если вы обратите внимание, мы обращались к функции Coin. Вот она, эта функция Coin. То есть, ничего военного абсолютно об этом нету. Здесь до этой строки может быть какая-то ваша бизнес логика, которая проверяет авторизацию, проверяет firewall и критерии. И мы должны обязательно вернуть кортеж, tuple, у которого первым элементом идет Atom.Oc. Ну и собственно само тело. Само тело Coin. All Coins здесь чуть сложнее. В том плане, что здесь опять же helper функция Absenta, которая разруливает вместо нас всю вот эту логику с First, Last, Before, After. Она вместо нас все делает то же самое. Ну фактически она возвращает ту же самую структуру. Как мы возвращаем ошибки? Ребята в Absenta прям молодцы. Можно возвращать все, что хочешь. В том плане, что можно вернуть обыкновенную строку. Можно вернуть массив из строк. Можно вернуть custom и кастомную какую-то ошибку. Но только нужно обязательно, чтобы был ключ Message. И можно вернуть прям Mixed Types. То есть все подряд. И обыкновенную ошибку. И ошибку с месседжем. И даже Map. Версионирование. Плюс GraphQL в том, что на самом деле он не из-под коробки позволяет отказаться от версионирования. Но, используя хорошие подходы, можно избавиться от вот этого масса типа API version 1, API version 2, 3. Все делается просто. В этом докладе я не рассказываю про подходы. Но достаточно знать, что это так же легко, как просто объявлять Deprecate. Какой-либо конкретный Field. И этого достаточно. В том плане, что вот у нас есть Mutation. И если вы обратите внимание, мы возвращаем не конкретную модель, а возвращаем Payload, в которой есть конкретная модель Review. Это нам позволяет потом в будущем, если нам нужно будет уже возвращать какую-то новую модель Review, нам будет достаточно объявить старую Deprecate и возвращать уже новую. Вот. Вот так это и работает. Деприкейт можно объявить двумя способами. Деприкейт и true. То есть оно просто Деприкейт. И Деприкейт и описание, почему именно оно Деприкейт. Комплексити. Как же нам разруливать сложность? Всем прекрасно внимательный слушатель поймет, что нельзя просто так взять и допустим вытащить 30 тысяч монет и потом сделать там тройную вложенность. Что же будет с сервером? Сервер упадет. Может не упадет, но ему будет сложно это все в игре все. И как мы разруливаем эту сложность? Опять же Absent представляет несколько способов. Интерфейс красивый и можно использовать Vim-навигацию для тех, кто использует Vim-навигацию в работе. И Absent это все имеет в себе. Ребята реально очень молодцы. Для того, чтобы поднять все это приложение, одно из этих предложений, достаточно указать интерфейс, который мы хотим. И по определенному URL у нас появляется это приложение для дебага. Фортэнк разработчики участвуют. Тебаган тоже. Как это все? Где это все можно изучить? Есть линки. Здесь я указал три линки. Документация. Документация. Книжка. Вышла буквально месяц назад от создателей Absent. Она называется там что-то GraphQL APIs. В общем загуглите. А, ну, GraphQL APIs на эликсире из Absent. И Project Example. Это вот все вот эти примеры с кодом, которые я вам показывал, они все рабочие. Я специально для доклада для эликсирки в Club запилил проект Starter Kit. Можете найти его по этой ссылке. Работающий пример, полностью простой, но работающий. В нем я использовал все best practices, которые я знаю конкретно. По поводу того, как можно пилить, как можно разрабатывать GraphQL. Там есть некоторые advanced темы, которые сложно найти в интернете. конкретно с коннекшенами, с RelayCursorConnections. В интернете очень сложно найти пример, описание, только документация. Здесь, в общем, все найдете и плюс ко всему, как это все тестировать. Спасибо. Есть вопрос? Задавайте. Да, у меня есть вопрос. Смотри, когда мы используем REST, мы по сути терминируем тот API, который у нас будет приниматься и отдаваться серверам. Ну, не API, а поток данных. Когда мы используем GraphQL, мы, получается, его не детерминируем. Это абсолютно стахистические обращения к серверу. То есть, мы сегодня хотим, например, мы можем получить там целый коин, например, или там marketcap его можем получить. Дальше мы это все принимаем сервиком, и нам, например, надо обратиться к нашей базе. Получается, нам надо строить динамические запросы на лету к базе. Каким образом это можно реализовать? Вот я, например, использую Ecto, что мне делать? Динамические запросы к базе строить не нужно. GraphQL, как это работает на практике? Допустим, возьмем пример с коином. Да, мы берем конкретный коин, там какие-то конкретные филды. Достаточно просто пойти в базу и достать саму модель, ну, change set. В этом change set есть, определяя схему, вот тут. Определяя схему, ну, собственно, удобно определять те же филды, которые ты используешь, которые у тебя в схеме. И возвращая тот change set, GraphQL сам решает, ну, точнее, absent, сам решает, что вернуть. То есть твоя задача, тебе не нужно строить динамически, тебе нужно просто взять и достать саму модель. Это не вариант, потому что если у меня, например, для того, чтобы получить, ну, предположим, там, market cap, мне надо сделать, там, пять join'ов. Вот, я буду каждый раз делать эти пять join'ов, это не прикольно. Если бы ты использовал, ну, фактически, если у тебя есть REST API, и ты возвращаешь ту же модель, тебе нужно делать ровно ту же работу, чтобы ты им делал с GraphQL. Если я, например, если это REST API, и у меня есть, например, мобильное приложение, и вот я, как бы, возвращаю для себя какой-то маленький payload, где, ну, я беру данные, которые могут находиться вообще сейчас в memory, там, где-то там сервере вертится. Вот, если это GraphQL, и получается сейчас, вот, например, какой-нибудь мобильный клиент, он взял, и его разработчики взяли, и начали тащить какие-то новые данные у меня с сервера. И это подразумевает, что мне для того, чтобы быть уверенным, что они эти данные получат, мне каждый раз при обращении любого из фронтендов, любого из мобильных клиентов надо тянуть всё. Всю модель полностью. Вместо того, чтобы вытянуть маленький кусок модели, мне надо тянуть всё, потому что у меня вход недетерминирован. И кроме как динамически строить запросы к базе, это решить, похоже, никак нельзя. Да. Ну, фактически, ты можешь своим, допустим, мобильным разработчикам сказать, что, ну, они сами, наверное, поймут о том, что, если твой endpoint не справляется, то он недостаточно эффективен для них. Ты точно также можешь, если нужно взять marketcap, и он относится к какой-то другой модели абсолютно, из которой, ну, будто они пытаются по дереву вытащить, ты можешь сказать, используйте вместо того, чтобы далеко тащить, используйте вот эту query. Фактически, у тебя на бэкэнде есть все инструменты для того, чтобы эффективно разрулить эту ситуацию. К тому же тебе не обязательно, вот на вот этом этапе, тебе не обязательно идти прямо в базу. Задача здесь вернуть элемент, который соответствует типу, ну, в нашем случае, который соответствует типу coin. То есть, какая-то часть информации здесь может быть из базы, какая-то часть информации может быть из Redis, ты сам решаешь. Задача здесь только вернуть. Нет, я не об этом говорю, я говорю о том, что, если у меня динамически строится запрос, значит, я должен быть готов к тому, чтобы или построить динамический запрос к следующему пуску, это к базе, или делать какие-то костыли для того, чтобы доставать это по частям, или доставать все сразу целиком, а все сразу целиком это дорого. То есть, мне надо, получается, ну, как бы делать костыли, или, получается, мне надо динамически генерить query в базе, потому что вот это с этим не справится. Это только надо реально создавать. Это хороший кейс, который сейчас ты описываешь. Большая часть решается через резолверы. Вот там, где я рассказывал про complexity, это одна из проблем, которые ты описываешь. Вот на вот этом этапе, вот здесь, указывая то, как мы хотим это заразонвить, вот здесь мы решаем, как именно это должно разонваться. Невероятно. GraphQL это не серебряная пуля. То есть, он не решает все проблемы. Мы все знаем, что в разработке нет такого, что какой-то один инструмент для чего-то хорошо подходит. У него есть как свои плюсы, так и минусы. И да, есть проблемы, с которыми нужно разбираться. Я не имел ввиду, что это серебряная или не серебряная пуля. Я имел ввиду, что как бы все очень круто до момента того, когда мы упираемся в то, что нам надо фетчить вот эти данные. То есть, ну вот, визуально все офигенно, очень классно. Но, когда получается нам надо обращаться к базе, у нас начинается проблема вот этой цепочки. Я это так вижу словом. Неспроста запитывали, чьи есть фронтенщики, и не запитывали, чьи нет бекенщики. Для фронтенда это прикольно. А бекен, да, доведется мучиться. А комплексити тут, ну, мается на увазе, что вы решили? За рахунок комплексити, если я не понимаю, можно визначити, что, не чувак, это очень сложный запит, как я буду выполнять уменьшую. Я тебе не отдам 5 моделей, я тебе не отдам 3 модели. И вы цей комплексити можете налаштовывать вам заход. Точно. То есть, я могу отдать 5 моделей, так, справлюсь, окей. Если я не могу, або вы взагалі можете, мабуть, я буду не моделиться, все ужат, и буду людей накрестовать с GraphQL, а с REST API. И все. Да, да. Тогда в чем разница между REST API и GraphQL, но я не имею фактическую разницу, а разницу именно для использования, потому что получается, что так, что так, мобильный разработчик, например, или фронтный разработчик, будет к тебе бегать и спрашивать, а могу ли я сделать вот такой вот запрос, и отдаст ли мне все, что мне надо. То есть, что так, что так, придется это все пилить. Зачем тебе на REST API уходить? Опять же, в том, что, ну, скорее всего, протентрозаботчик не перебежит, потому что на этапе, ну, если уже EKS формировано, на этапе тестировано, он поймет, что, ну, вот такую прям большую вложенность он не получит. Ему просто бакан скажет, извини, слишком большая комплексити. GraphQL, тебе не нужно здесь костыли пилить. Каждый раз, определяя какой-либо фил, ты объявляешь то, как именно он должен зарезовываться. Ну, и в сумме сам резолвинг и комплексити это решают. Я чувствую, что разницы с REST в результате пока что никакой не будет, пока не решится вот эти вот динамические запросы к базе. Ну, потому что разницы пока никакой нет. Это просто другой вид обращения к серваку. А вот если бы было такое динамическое обращение к базе, что на лету страдать, то вы живёте. Просто 99% из станций, мне кажется, проблема поляная в том, что нема в пилоте какого-то поля, или двух. И если в REST API нам надо додавать view, shot, параметризователь, то мы просто отдаем все, и 99% из станций покрывается. То человеку надо два поля, они их перелечили в одни и те же модели, и она их потеряла. Надо 10, и она их потеряла. Все. А, конечно, если там уже идут сложные запросы, типа по пять моделей, то это уже совсем меньше вопросов, и не факт, что я его сам и так на дороге. Да, но мы же не можем делать два разных API, не для сложных запросов, а для простых запросов. Вот это получается. А если у вас прям совсем души склада, то можете дать QA, типа не для вас. Я так не думаю, Facebook он сложный, не работает. Или для вас, на самом деле, это то, что нужно решить. Это то, что нужно решить, вот это точно получается. Просто сложные вещи нельзя решить просто. А можно еще по-танику, скажешь, по-моему, там есть такие даталоги, и какие вы решили МКН плюс вам другого. Первый кейс, который приходит в голову, что если у каждого коина все-таки будет уникальный экс-ченгер, то мы все равно выполняем тысячу запросов. Правильно? И у нас еще есть певные наклоненные сходы на то, что мы входим в кеш. Ну, что раз управляем. Да, да. Чи можно ему сказать, что вытяните мне все тысячу запросов одним запросом? Ну, передавши туда ID и коины? Ну, это актив рекорд. Смотри. Я так понимаю, Абсент не использует, что если бы Экто на низком уровне он не использует с базой? Нет. Абсент вообще не работает с базой. Вообще вообще не работает. То, что ты ему отдаешь, то задача как пользователя вернуть просто мап, который соответствует схему. И все. А как именно ты это вернешь? То есть пойдешь в базу, пойдешь в Redis или вообще куда-нибудь делаешь другой endpoint на то же Диазы. Так вот я же как раз об этом и спрашивал. То есть что если мне тысячу вернуть себе непосвучные, мне просто новую придется делать в базе Если вернуть тысячу, смотрите, это опять же решается динамическом. Это опять же complexity. Если здесь это можно решить вот с помощью вот такой конструкции. У нас есть лимит. И он есть какое-то по умолчанию. допустим 10 когда мы указываем когда клиент хочет вытащить тысячу монет, то с помощью этой конструкции можем решить, что мол backend не может тебе отдать сразу тысячу монет. Извини, тебе нужно использовать вагенацию. Как решать, как решить, какие еще есть способы, но нужно думать. Это один из порядок. Я хотел бы добавить 5 копеек своих ставить. Мне приходится работать с GitHub API версии 4. И GitHub отлично хавает очень вложенные квери. прям тройная или четверная с дамами которые не решируют. Я уверен. Вот можно по юзеру достать все его pull request и сразу же все инфу по репозиторию всех участников. Я уверен, GitHub это не реширует. Запрос отрабатывает 2 секунды. За бортом насколько урок месседжа у них возраст и GitHub с этим справляет. Ну супер. Это вот кстати этот кейс когда trên разработчики вот такой забросит 25 coupon Раз в 100 или тысячу 200 прилетает... Но интересно как они разработывают rate limit? Они снова эту комплексити отнимают от rate limit 5000 mana выдаётся кредитом на час и отнимается по каждому запросу комплекс. Интересно. То есть в гидзаках, может, дня один, или пять, Вообще, я считаю, гидхаб API версии 3 – это то API, по которому можно учиться по REST, вот Graph QA API гидхаб, по которому можно учить Graph QA. Хороший кейс. Спасибо. Мы можем вернуть count полношки у всех? Можем. Из подкоробки этого нет. Спецификация этого не даёт. Всё на твоих ключах. Да. А разве не для этого там PLO? В PLO не коврежит count. Это в самой спецификации и в реализации Absenta нет total count. Я так понимаю, что подразумевается, что для погенации обычно это не нужно. Ты можешь без count справиться. Но когда тебе и когда нужен count, это уже на ключах разработчиков. Это разрублю. Т.е. нужно добавлять просто ещё один какой-то фил. Это всё кастомизируем. Ну, собственно, идти и узнавать count. Ещё вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.